Дорогие друзья, дорогие гости клуба Алексея Котлова, мне бы хотелось открыть сегодняшний концерт небольшой такой интродукцией. Сегодня четвертый концерт Александра Пищикова в Москве и последний. В этом составе, в котором вы сегодня услышите, Александр Пищикова выступает впервые. Предыдущие три концерта были с трио Якова Окня и с экспонистом Сергеем Головнёй. Сам приезд Александра Пищикова в Москву достаточно редкое событие и последние, может быть, 10 лет, я думаю, что всего лишь это было несколько раз. Александр Пищиков живет в настоящее время в Берлине. И очень водотворно музицирует там, очень много пишет, музыки разные. И вот так произошло, так случилось, что мы нашли друг друга несколько лет назад, хотя с творчеством Александра я уже знаком более 45 лет. И вот это как бы явилось, может быть, так вот движущей силой того, что произошло потом. Кроме сегодняшнего концерта, мне также приятно рассказать вам, что мы презентуем альбом «Компакт Биск», который был записан ровно три года назад в Москве в студии Павла Хлободкина «Нарбати». Это было 8 марта, кстати, 2010 года, то есть завтра будет ровно три года. Эта музыка была записана с тремя американскими музыкантами, замечательными музыкантами, Алексом Сипягиным с женой Джексоном и Хансом Главишником на контрабасе, а также Яковом Окунем на рояле Олегом Грымовым на альцепсофоне. И в одном номере также участвовала Анастасия Глазкова. Этот диск вы можете приобрести, он сегодня здесь представлен, он только напечатан буквально несколько дней назад, первые 200 штук. И также вы можете взять автопорох, я надеюсь, что Александр Петчиков, ему будет это приятно сделать. Три года вылеживался этот диск, и вот мы сегодня с Александром думали, как так произошло. В общем-то, вопрос совершенно не в деньгах, который необходим был для его издания. А вот так случилось, знаете, вот, как вино, которое выдерживается, или коньяк, вот так произошло и с этой музыкой. Мы слушаем ее с Александром в последнее время, и как бы вот он заметил, что она стала существовать сама по себе, как произведение искусства. На мой взгляд, очень достойная музыка была записана. Итак, сегодня я хочу объявить о начале концерта и приглашаю музыкантов на сцену. Концерт будет состоять у двух отделений с небольшим перерывом. И я буду объявлять, может быть, и с короткими комментариями, те пьесы, которые Александр хотел бы с вами вспомнить. Ну, и еще, что очень важно, я хотел бы сказать, что вся музыка авторская, записана Александром в последние, может быть, месяцы, ну, может быть, год, и представляет лишь часть богатейшего творческого наследия такого творческого багажа, творческого сундука. Я видел это физически, вот это вот огромное-огромное количество различных композиций, аранжеровок, которые написал Александр. Причем для самых разных составов, для самых разных концомблей, и в том числе и современных музыкантов. Итак, я представляю музыкантов, которые вы сегодня услышите. Это Алексей Подымкин на рояле, Олег Грымов на пиццапоне и на сапсапоне, Сергей Васильев на контрабасе, и Александр Зингер в Нударном. И, конечно же, Александр Пищиков. Концерт сегодня в Нударном начнется с двух композиций Александра Пищикова, первый из которых называется «Черно-белое». К сожалению, Герман Лукьянов не смог на такси пробиться сюда, он бы сказал, что «Черному по-белому». Мы сегодня немножко шутили на эту тему. Нет, это совершенно другая композиция, естественно. Просто она названа «Черно-белое». А вторая – это голубая книга, но в том смысле, в котором слово «блю» вкладывается среди джазовых фэнг и джазовых музыкантов. То есть вот «блю» – «бул» – это голубая книга. Грустная. Она может быть и грустная, может быть, блюзовая, может быть, еще какая-то. Герман Лукьянов 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Да, хорошо, Джона не будет, а будет композиция завершающая, которая называется «Я помню, я remember Сиднея Миша». Я помню Сиднея Миша, замечательного музыканта, который играл на «Сопранном салоне» и на самом деле сделал этот инструмент совершенно необычным, звучащим и ярким. Итак, я помню Сиднея Миша. Сиднея Миша 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Аплодисменты! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!